Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас чрезвычайная ситуация на дворе. И у многих уже эта ситуация вызвала много размышлений. Каким образом она развивается, что с ней делать, какие плюсы и минусы она несёт. И вот как никогда эта ситуация соответствует теме нашей программы «Подоплёка». Что за ней стоит? У многих людей с критическим мышлением, которые способны анализировать ситуацию и события, возникают вопросы по поводу того, что нам преподносят и что на самом деле делается. Сегодня мы попытаемся в этом разобраться с нашими экспертами, которых мы пригласили в студию. Это эксперт по безопасности Михаил Хесин. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, разработчик системы оповещения пожилых людей, инвалидов, нуждающихся в помощи. САСАП она называется. И его зовут Александр Гришулёнок. Добрый день. Здравствуйте. И молодая прекрасная девушка Татьяна Андреец представляет сегодня у нас организацию волонтёров «Ты не один», которая собрала молодых людей для того, чтобы помогать пожилым людям, которые хотели бы, может быть, ограничить своё присутствие в общественных местах, поберечься. Или те, которые попали на карантин, или те, которые должны находиться в режиме самоизоляции. Это движение уже работает, и мы сегодня хотим опубликовать и телефоны, и возможности связи с этим движением для того, чтобы люди, которым это нужно, могли обратиться за помощью, если у них нет родственников, если некому помочь. Вот таким образом сегодня наша программа посвящена именно тому, что в чрезвычайной ситуации декларирует и делает власть, и что могут и способны, и делают реально люди. Итак, чрезвычайная ситуация, закрыты границы, правительство выходит с этим оповещением в субботу в конце вечера, то есть в конце дня, и масса людей оказывается в ситуации, когда они не по своей воле не могут попасть домой, или они не по своей воле вынуждены ограничить какие-то свои действия, работу как-то потерять или лишиться на какое-то время этой работы. Вот давайте разберемся, как это происходило, и обратимся к радиослушателям тоже с предложением позвонить в студию и рассказать о своих впечатлениях, может быть, о том, как они столкнулись с этой ситуацией, как они ее расценивают, как они думают, ну, в случае, если кто-то из их близких заболеет, помогать им по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, а сейчас мы начинаем разбирать, так сказать, ситуацию с самого начала. Итак, вот в тот самый день, когда объявили о чрезвычайной ситуации, я лично, поскольку у меня были билеты на понедельник улетать из Риги, поехала в Рижский аэропорт с тем, чтобы эти билеты или поменять, или, ну, каким-то образом понять, что с этим делать, потому что ни один сайт уже не работал, ни один телефон не отвечал, и люди такие, как я, собрались в аэропорту, кучно, много, и у всех были проблемы. Значит, на что, ну, я обратила внимание, разговаривая с людьми, никто из них, прилетев в Латвию, там, в течение последней недели, там, или 10 дней, не столкнулся с мерами санитарного контроля на въезде. В Литве мне рассказали, такие меры были приняты, людей обследовали, мерили температуру и так далее. Значит, у нас этого не было сделано. Более того, на следующий день, когда я опять-таки приехала в аэропорт, вот только, да, тоже не было ничего, никаких объявлений, а через день, в понедельник, эти объявления зазвучали. То есть по службе оповещения аэропорта стали говорить, значит, вы должны понимать, встречающие, что люди, которые прилетают, будут подвергнуты мерам санитарного контроля. То есть, что это значит? Это значит, что на самом деле до того, как, так сказать, гром не грянул, практически люди могли беспрепятственно ездить туда-сюда через границу, никто их не контролировал, никто их не брал на учет. Более того, существует даже запрет это делать, как я понимаю, Михаил, по директиве об охране, о защите данных физических лиц. Да, есть такой закон, есть регула. Закон вводит в действие порядок обработки данных, есть соответствующая регула Еврокомиссии. На мой взгляд, если мы говорим об этом законе, он интересен тем, что на самом деле никем из нас он ни в коей мере не соблюдается никогда. То есть мы идем по улице, встречаем знакомого, наш спутник говорит, а кто это? И мы начинаем рассказывать, кто это. Потом мы вспоминаем, что у него там есть сосед, который там такой-сякой… И про соседа рассказывает. Да, про соседа расскажем там на учете в психиатрической больнице, а что сын у них там два раза судимый. Мы все это разболтаем. Мы это делаем все, всегда и везде. Мы все всегда и везде таким образом нарушаем эту регулу. Но она работает, так сказать, по принципу от жалобы. Пока нет жалобы, вроде все и хорошо. Но мне вообще кажется странным принимать нормы, которые заранее обречены на стоп-концентные нарушения. Но у Евросоюза много таких норм, кажется. Ну да, у Евросоюза много таких норм, к сожалению, да, заранее обречены. Поэтому по этой… Там есть, кстати, изъятие в этой регуле. Например, можно обрабатывать данные, а под обработкой принимается любое распространение, хранение. Ну вот любое действие. Рассказали мы. То есть, именно к данной ситуации. Есть изъятие в том применительном данной ситуации, что обработка допустима в ситуации защиты общественных интересов. И обработка допустима в законных интересах третьих лиц. Но, понимаете, процедуры таковы, что вот Райнаер этот наш прилетел. Я не знаю, попросили ли даже у него список пассажиров, потому что страшно попросить. А на каком основании? А Райнаеру страшно дать, потому что, знаешь, есть жуткая регула с жуткими санкциями, да. И хотя, в общем-то, если бы А попросили и Б дали, никто бы ничего не нарушил, на самом деле. Помните? Но никто не знает, как применяется этот закон. Никто не знает, как применяется. Все напуганы, да, все предприятия. Конечно, такая регула какая-то нужна была для защиты именно данных лиц, например, в медучреждениях, ну, в каких-то еще других инстанциях, которые в силу своей деятельности собирают и обрабатывают эти данные, да. А остальное, по-моему, чрезмерно, безусловно. Итак, если вернуться к ситуации авиасообщения, то, по сути, исходя из регулы до объявления чрезвычайной ситуации, эпидемиологи не имели права, ну, или, так сказать, по умолчанию не могли обратиться в авиакомпанию, чтобы получить список пассажиров, выявив, что какой-то вирусоноситель прилетел на определенном рейсе. Мне кажется, я не могу говорить, что я знаток этой регулы отнюдь, да, но я допускаю ситуацию, при которой и без чрезвычайного положения на основании здравого смысла можно было запросить и получить эти данные. Далее, если бы кто-то, пожалуйста, было бы разбирательство в суде, которое бы учло эти обстоятельства, и ничего бы не было. То есть ответственность не наступила бы, вот и все, да. То есть на самом деле, ну, кому же охота из предпринимателей, ну, что-то там рисковать, думать. Вспоминается история с Шитцем, да, нашим, который распространил сведения о погибших. Это бывший начальник службы медицинской помощи скорой. Да, который распространил сведения о погибших под обломками Максима, и какой-то поднялся шум, его на тот момент, тогда был другой закон, спасло от преследования административного или уголовного, то обстоятельство, что кто-то наконец понял, что умершие люди не являются физическими лицами, поэтому распространять данные об умерших людях допустимо. В этой регуле, кстати, специально это отмечено, что данные об умерших лицах... Но, тем не менее, с работы он был поножен, был уволиться. Да, ну, то есть это же подняли гвалт, шуму, и как же так, да. У меня своё отношение к этой регулии, мы, может быть, немножко отвлекаемся от темы, но, как известно, как говорят классики, любое законодательство отражает интересы правящего класса, да, и оно в первую очередь защищает, ну, правящий класс от распространения сведений о них. Хотя, на мой взгляд, например, почему бы, ну, обществу не знать о состоянии психического здоровья своих руководителей? По-моему, это в общественных интересах. У нас, по-моему, были примеры, в чём психическом состоянии народ активно... Сомневался. Сомневался, да, судя на основании там некоторых признаков, да, если я не путаю, мне так кажется. Вот, поэтому под общественные интересы можно реально подтянуть всё, что угодно. И, конечно, там есть эта формулировка. Ну, мы видим, что в этой ситуации как бы бюрократическая машина работает довольно-таки неповоротливо, потому что, ну, вот смотрим там на ситуацию с вывозными рейсами. Я вчера связывалась с паромной компанией «Стеналайн», которая курсирует в Германию. Как мы знаем, в Германии там многокилометровая очередь образовалась из машин, которые хотели проехать через Польшу в Латвию, Эстонию, Литву. И Польша их не пускала, разразилась буквально там гуманитарная катастрофа. И в этой ситуации, конечно, спасением было бы выехать из Германии напрямую в балтийские страны на пароме. Однако паромная компания говорит, мы не имеем права взять пассажиров, пока нет распоряжения министра сообщения. Министр сообщения разрешит нам брать пассажиров, мы тогда их возьмем. И на каждый рейс министр сообщения выдает отдельное распоряжение. Получается, что, зная, что в Европе там условно 4 тысячи людей, а на один паром вмещается там 65 пассажиров, министр сообщения тем не менее, так сказать, рубит хвост собаке по кусочку, чтобы, не дай бог, там какие-то пассажиры не пробрались на паром. Но это же, ну, с моей точки зрения и с точки зрения здравого смысла, какой-то нонсенс. Если вы знаете, что ваши граждане есть там в Германии, и они, предъяв паспорт, доказывают тем самым, что они имеют право зайти на борт как пассажиры, вы можете организовать, конечно, входной контроль, медицинскую бригаду там на этот паром отрядить, ну, чтобы больной человек не проехал и не занес там какую-то инфекцию. Но, по сути, делать это вот в таком режиме капельном, ну, мне кажется, не очень разумно и не очень правильно. Можно я завершу тогда? Как известно, есть формулировка, ну, известная формулировка о том, что бюрократия, демократия – это процедура. Процедура подразумевает, естественно, любую бюрократию, бюрократический аппарат. А бюрократический аппарат и бюрократия, здравой смысл очень далеко отнесены друг от друга. Вот и всё. Поэтому-то оно так и работает. У нас есть телефонные звонки, и мы обязательно вас выслушаем. Вы, пожалуйста, звоните и не теряйте надежду, что мы вас выведем в эфир, потому что, ну, эксперт должен досказать свою мысль, поэтому я его не перебиваю ради телефонных звонков. Вы, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, звоните, обращайтесь с вашими вопросами и вашими мнениями. Я хочу дать слово молодой девушке, которая у нас в студии находится, Татьяна Андреец. А вот сейчас как раз есть звонок, сейчас мы послушаем, а потом переговорим с Татьяной. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Лариса. У меня вопрос такой. В аптеках не было никаких дезинфицирующих средств для рук. Всего не появилось у нас на почте. Цена 3,99. У нас же выделили какие-то фонды или какие-то деньги для того, чтобы, наверное, завести эти дезинфицирующие средства для рук. Все, удачи вам, не болейте. Да, спасибо большое. Спасибо. С дезинфицирующими средствами, как и с любыми средствами личной гигиены, все ситуацию знают. Как только возник дефицит, цены взлетели. Но есть и хорошая новость, что Рижская фармацевтическая фабрика объявила, что она налаживает срочно производство этих средств. И в лепые начинают шить маски. Но вот опять все происходит по пословице. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну то есть правительству хватило, так сказать, воли для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию, заблокировать всех и вся, так сказать, поставить под удар всю экономику. Однако, так сказать, мысли о том, чтобы в условиях уже реального дефицита такое производство организовать, выявить, кто может это делать и дать такое поручение, ну вот на это не хватило почему-то ресурсов и мышления. Ну, может быть, это из-за бюрократии. Итак, Татьяна, ваше движение, ты не один. Ну, как бы, я понимаю, что молодые люди делать нечего, так сказать, студенты, школьники старшие, да, кто среди вас, каким образом вы нашли друг друга и что вы предлагаете. Может быть, имеет смысл сегодня вот несколько раз повторить телефоны для связи с этими ребятами, потому что они объявили свою инициативу в Фейсбуке. Да, понятно, что это разошлось, так сказать, по социальным сетям, однако есть люди пожилые из группы Риска, которые в Фейсбуке не сидят, и вот как раз для них я предлагаю всем, кто нас сейчас слышит, записать номера телефонов для связи. И, пожалуйста, возьмите ручку, бумагу, мы их объявим. А пока Татьяна нам расскажет о том, как они собрались, сколько вас человек, в каких районах вы дислоцируетесь, где вы можете оказать помощь, или это всё равно. Добрый день. Мы вообще группа социально активных подростков, мы... И молодых людей, ну... Да, ну я самая, наверное, старшая, мне есть 20 лет ещё, мне 19, и мы вообще штаб защиты русских школ, и обычно мы занимаемся защитой русских школ, и борьбой против любых проявлений национализма и нацизма в Латвии. Но сейчас, поскольку всё-таки в приоритете здоровья, мы на одном из собраний решили организовать такую помощь. У нас около 15 человек пока что, живём в разных районах, поделились по группам, то есть, скажем, например, я живу в Тейке, я взяла на себя Плявники, Пурсимс, Югла, Машсимс и Тейку, и каждый из нас взял на себя несколько районов. Вот, и таким образом работаем, но буквально вот как только мы поместили объявление, что нас очень порадовало, поступили и сообщения нам присылали, и предлагали люди присоединиться и тоже помогать, и... Тоже молодёжь или разных возрастов? Да, там вот были и взрослые, и некоторые предлагали машину, некоторые говорили, что там одна девушка, например, написала, что вот я хорошо с собаками умею обращаться, если кому-то нужно выгулить собаку, обращайтесь. Ну, это на самом деле очень порадовало, и, кстати, в первое время даже больше было поступлений, больше было предложений о помощи, нежели просьб. Да, это, ну, очень нас порадовало. Так что изначально у нас было 15, и это были школьники и студенты первого-второго курса, а сейчас уже расширяемся. Может быть, и нам писали даже из Юрмала, и может быть, и это расширится, проекты, и будем работать в других городах тоже. Я хочу назвать телефоны этих людей, координаторов 2601-29-73, один телефон – это Татьяна, 2601-29-73, Татьяна, и второй номер телефона 22-36-55-72, это Юрий. Еще раз, 22-36-55-72, Татьяна вот нам пояснила, что ребята живут в разных районах, и, соответственно, они могут оказать помощь в разных районах города Риги, и, возможно, и в Юрмале, и в других городах. Это просто, ну, такой ресурс для того, чтобы обеспечить людей, нуждающихся продуктами питания, вынести мусор, выгулить собачку и сходить в аптеку за какими-то лекарствами и так далее. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и через несколько минут вернемся и продолжим наш разговор об эпидемии скрытой и истинной. Еще раз добрый день. В программе «Подоплека» мы обсуждаем истинную и скрытую картину, развернувшуюся, но пока что не развернувшуюся, по сути, эпидемии. Вот. Но чрезвычайная ситуация все-таки объявлена, и всем людям предлагается вести себя как будто на пороге чума. Вот. И мы сегодня говорим о том, что является реальными действиями, ну, государства по защите населения, а что является имитацией бурной деятельности. Вот. Получается так. Вот. Создано движение «Ты не один», и это движение не единственное. Мне кажется, что я в Фейсбуке видела и аналогичные группы другие, да, просто, ну, это ближе оказалось, да, в данный момент. И получается, что вот эти волонтеры, они, по сути дела, никому не привязаны. Вот там, я не знаю, увидев ваши посты, там, социальная служба, там, я не знаю, медики обратились к вам, они, так сказать, затребовали этот ресурс, говоря о том, что они перегружены, и, пожалуйста, сидите дома и никуда не выходите. Татьяна Андреев, у нас представитель группы «Ты не один», вернее, организации «Ты не один», которая помогает нуждающимся в этой ситуации. Нет, с нами связывались только обычные люди, которые тоже обращали на это внимание, что все-таки это неправильно, что это просто инициатива простых людей, не связанных ни с какими организациями. Я вот не знаю, насколько и как информируют общество, ну, конкретно людей, которые прошли анализы, там, или приехали из-за границы, что, какие меры, так сказать, безопасности им необходимо соблюдать. Вот мы знаем о том, что есть меры принуждения, и там, вот говорят, что уголовная ответственность предусмотрена и так далее. Однако, если посмотреть латвийское законодательство более, так сказать, пристально, то оказывается, что уголовная ответственность у нас предусмотрена за преднамеренное инициирование эпидемии. Ну, ясно, что... Уголовная ответственность предусмотрена за преднамеренное распространение инфекции. Последний случай, который по этой статье был рассмотрен, это когда накормили детей с питанием, едой с сальмонеллой в детском садике. Вот, то есть, по сути, человек, который нарушает режим карантина или там самоизоляции, по этой статье осужден быть не может. Более того, есть еще один момент, что инициатором такого дела должен быть Минздрав. А в Минздраве нет штата-следователей, которые бы расследовали такие дела, устанавливали, так сказать. Ну, существо дела. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас дозвонил в лабораторию, дальнобойщик, приехал неделю назад из Австрии, да, которое государство сделало телефон там 8303, дают номер телефона лаборатории. Туда дозвонился, мне говорят, если у тебя тест отрицательный, 80 евро плати, а если положительный, тогда мы тебе деньги вернем. Спасибо, зачем мне тогда такие тесты, зачем я неделю дома сижу, мне плевать, я тогда поеду там в Ригу сейчас, поеду, елки, заразу буду разносить, если не дай бог я больной. И кто меня посадит, никто не найдет, только могут по телефону сейчас найти и все. Понятно, спасибо. Ну, да, вот, к сожалению, если смотреть на это вот с моей точки зрения, как журналиста, да, то есть мы видим перед собой медийную кампанию. И в этой медийной кампании какие-то вещи громко декларируются, а какие-то умалчиваются. Ну, вот, например, анализы бесплатны. Сейчас государство финансирует, значит, производство анализов. Нам человек звонит и говорит, что, увы, нет, я должен приехать заплатить деньги, а потом мне их вернут, если я вдруг больной. Второй момент, значит, нам декларирует там Светбанк, мы предоставляем кредитные каникулы на основную сумму кредита. Так, если кредит в начальной стадии, значит, человек платит в основном проценты, основную сумму он начинает к концу погашать. Значит, по сути, никаких кредитных каникул нет. Более того, тот же Светбанк говорит, что, да, мы вам предоставим кредитные каникулы по вашему заявлению, но, извините, кредитная история ваша будет испорчена. Ну, то есть, ну, с моей точки зрения, это такая манипуляция. То есть, это возможность для пиара. Этот кризис, возможность для пиара одним и вторым организациям на самом деле. То есть, они используются не на благо общества, а на благо свое. А вот, кстати, о том, как реально можно было бы работать с населением, в том числе с группами риска, об этом нам может рассказать Александр Гришуленок, который уже три года обивает пороги ответственных организаций нашей страны, министерств, с тем, чтобы они опробовали, хотя бы опробовали, значит, разработанную под его руководством систему связи с пожилыми людьми, нуждающимися, ну, людьми, нуждающимися в помощи. Эта система называется САСАП и предусматривает различные варианты коммуникации с людьми, причем очень эффективные. Александр, вот в чем была ваша идея, как она возникла и почему она, ну, так и не нашла поддержки в министерствах Латвийской Республики? Ну, суть заключается в том, что, ну, у меня была такая гипотеза, что пожилые люди, которые, в общем-то, остались здесь в Латвии, а их активные дети уехали, ну, за рубеж, они ограничены, их навыки, знания в пользовании гаджетов, умение адаптироваться с этим современным миром, то есть они, ну, не все хорошо, быстро понимают, могут организовать, то есть они нуждаются, ну, в помощниках, да, то есть особенно если это возникает какая-то чрезвычайная ситуация. Ну, если заболел человек, допустим. И, ну, так сложилось, что сейчас вот этот коронавирус, он наиболее опасен как раз для пожилых людей. И для того, чтобы решить эту проблему, мы создали такую, ну, коммуникационную платформу для пожилых людей, слепых, глухонемых, инвалидов, да, которые, оказавшись в чрезвычайной ситуации, могли бы получить, ну, персональную, ну, помощь по месту жительства, ну, связанную с безопасностью, сервисом и так далее, и так далее. То есть и кроме государственных служб спасения, чтобы можно было бы включить социальные службы самоуправления, можно было бы включить ресурсы семьи, чтобы можно было бы включить ресурсы каких-то общественных организаций, волонтеров, чтобы можно было бы как-то взаимодействовать с местным бизнесом, который является поставщиком вот этих вот персональных услуг по месту жительства. То есть это и товары, и услуги, ну, и так далее. То есть мы сделали такую платформу, мы ее протестировали со службы спасения 1.1.2, то есть мы для них сделали рабочее место, то есть… Ну, виртуальное рабочее место. Ну, да, то есть когда идет звонок с нашей аппликацией, идет запись этого телефонного разговора, эти службы спасения получают информацию, кто звонит, кто он, где он, что он, в какой ситуации он находится, да, то есть с кем… То есть эта информация приходит автоматически. Вместе с его информационным профилем, да, то есть… Профиль создается заранее. Да, он заранее создается, то есть каждая группа, каждый человек, каждая семья может создать для себя вот такое вот, ну, комьюнити. Включить туда членов семьи, значит, своих семейных врачей, друзей, соседей, распределить обязанности, полномочия, роли, то есть я присматриваю за тобой, ты присматриваешь за мной. Если что, у нас есть сценарий, да, то есть мы действуем по сценарию, да, то есть мы у нас есть… Мы уже знаем, как действовать в этой чрезвычайной ситуации. В случае, если заболели, если там или какое-то, ну, нападение там, или это стихийно какое-то бедствие, или вот здесь вот у нас сейчас пандемия и так далее, да, то есть, ну, мы делали презентацию этой системы в Министерство внутренних дел, Министерству благосостояния, Министерству здравоохранения, да, то есть главное препятствие, которое возникает, ну, ты кто? Ты предприниматель, да, то есть когда предприниматель занимается проблемой… Общественно полезной проблемой, это что-то не так. Подозрительно, да, то есть здесь и здесь начинают работать мифы, то есть первый миф – безопасность, она должна быть, ну, бесплатной, да, ну, при современных технологиях, ну, это не получается бесплатно, да, то есть, ну, безопасность, она несовместима с сервисом, да, ну, то есть как таково. На самом деле это, ну, безумные такие мифы, которые опровергаются элементарным здравым смыслом, но тем не менее, ну, не получилось. Нам, поэтому мы создали какие-то, ну, создали форум таких общественных организаций, мы обратились в подкомиссию Сейма, создана рабочая группа, проекты договоров о сотрудничестве, да, для того, чтобы протестировать эту систему, они лежали в свое время в Министерстве внутренних дел, сейчас они лежат у неотложенной медицинской помощи, да, но… Как долго они лежат? Ну, они лежат, ну, в последнем кабинете они лежат полгода, да, то есть… То есть никакого конкретного ответа вам не дают? Ну, никакого конкретного ответа нам не дают, потому что возникают, ну, такие вот вопросы, а ты, ну, а ты кто, да, то есть ты предприниматель, у государства есть свои определенные процедуры взаимодействия, ну, с коммерсантом, да, то есть должна быть проведена какая-то закупка. Я говорю, не надо никакой закупки, давайте потестируем, чтобы понять, как это должно работать… Работает ли это и как работает, да. Ну, в принципе, как ее надо строить. Нет, у нас нет формы такой, да, то есть чтобы мы могли там принять как-то это все. Мы говорим, давайте создадим, ну, такой интегрированный канал, ну, опишем, ну, стандарт, ну, приема данных, чтобы государственные службы спасения, они могли принять вот эту информацию от человека о ситуации, и о всем остальном для того, чтобы и другие разработчики могли предлагать какие-то свои решения. Нет, это все стоит там, где оно стоит. А то, что на самом деле, вот возвращаясь, ну, вот к подоплеке, к мифам и к видимости того, что, ну, вот для примера я передаю разговор с одним из руководителей социальной службы, не буду называть, он говорит, у нас в городе 6 тысяч пенсионеров, да, значит, людей, которые потенциально имеют право на социальную помощь, но по тем критериям, которые определяются законом, то есть это твое минимально прожиточное минимум, наличие у тебя детей, родственников, уровня жизни, доходов, там, условия жизни, здоровья и так далее. Мы можем оказать социальные услуги только 120 из них. То есть с остальными 5 тысячами, там, 800 человеком у нас нет никакой коммуникации. В условиях чрезвычайной ситуации, они, находясь в группе риска, они имеют право и на безопасность, и на сервис, но никаких каналов коммуникации не существует. Еще хуже дело обстоит с глухонемыми, слепыми и другими людьми, которые... С ограниченной возможностью. Да, но которые не могут, физически не имеют канала коммуникации. Глухонемой не может позвонить в службу спасения и сказать, что мне плохо. Слепой не может объяснить, где он находит, что он видит и что он может делать. Нет таких каналов, да, то есть, хотя регула Европейского, ну, Союза обязывает государство создать такие, ну, каналы коммуникации. Но это связано с... Ну, знаете, каналы коммуникации у нас создают через большие, там, конкурсы, большие миллионы, а тут вы пришли с улицы. А мы говорим о том, что для того, чтобы понять и построить, надо делать, да, и тестируя вот эту программу, да, то есть, эту платформу, можно понять ее профили, ее работоспособность, ее ограничения. Поэтому мы, ну, понятно, что это, ну, за все это время я инвестировал туда несколько десятков тысяч евро, чтобы оно заработало и протестировалось, и постоянно как-то обновлялось и поддерживалось, да, но у меня нет никакой поддержки ни от государственных структур, ни от каких-то грантов, фондов. Ну, я не могу даже, я говорю, элементарно протестировать до конца, да, то есть, эту программу. Ну, вот, Александр, смотрите, вот сейчас мы озвучили то, что такая возможность существует, что она позволяет, ну, охватить людей, нуждающихся более-менее, так сказать, плотно системой взаимодействия. И, ну, возможно, государство, посмотрев на то, как развиваются события, решит повернуться к вам не спиной, а лицом. Вот, как бы вы видели этот контакт, это взаимодействие, как быстро можно было бы его протестировать вот в реальной нынешней ситуации? Что для этого требуется? Я думаю, что это вопрос нескольких дней, на самом деле, потому что и платформа, и база данных, и архитектура всей этой платформы, она создана. Аппликация есть. Сосаб Сос вы можете скачать и для Андроида, и для Иоса. Для Андроида она более продвинута, она адаптирована для… То есть, скачать на телефон это можно? Да, для слепых и глухонемых. Туда надо включить членов своих семей, своих ассистентов, да, то есть установить контакты со своими социальными работниками, которые могут администрировать действительно вот те неохваченные там 90% людей, которые находятся в группе риска. То есть, это все можно делать, ну, прямо сейчас. Единственный вопрос заключается в том, что, посылая информацию ЮФ на электронный адрес службы спасения, оператор службы спасения должен захотеть открыть этот линк и посмотреть, кто звонит, в чем его, какой у него информационный профиль, где он физически находится, в какую ситуацию он попал, что он видит вокруг себя, фото, видео, значит, членов его группы, значит, его семейного врача, его соседа, где лежит… Отлично. Так, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я, к сожалению, не сначала слушаю вашу передачу, но до сих пор не смог понять, какую роль ваш гость ожидает от государства. Его начинание просто прекрасно. Все современные технологии позволяют это реализовать. Определенно это стоит денег. Что мы хотим получить от государства? То есть я с радостью абонировал бы эту услугу, платил бы какую-то месячную плату за участие, ну, назовем это социальная сеть, экстренные помощи, неважно. Чем может помочь государство? Я не очень понимаю. Хорошо, сейчас мы спросим. Александр. Вопрос заключается в том, что когда вы звоните в службу спасения или в неотложную медицинскую помощь, мы передаем структурированную информацию о вас, о ситуации, о вашем месторасположении, о ваших каких-то социальных связях, о ваших каких-то диагнозах, не знаю. Государственным службам передаете. Они должны иметь возможность, во-первых, принять эту информацию, а приняв ответственность за ситуацию, они должны отработать, если это звонок в службу спасения 112, они должны передать эту информацию в скорую неотложную помощь и не спрашивать пять раз о том, где, кто вы, когда вы родились, рассказать вашу горькую судьбу, что я вот Александр Гришуленок родился там тогда-то, тогда-то, то-то и то-то. Это совершенно бессмысленная трата ресурса, когда информация, она сопровождает ситуацию. То есть, звонок в службу спасения – это не конец истории, это начало истории, причем начало истории персонального сервиса, который на первом этапе оказывают государственную службу спасения. Потом это переходит к каким-то медицинским учреждениям или ассистентам, или пожарным, или кому угодно. И не надо, это информационное обеспечение этой ситуации, оно доступно. То есть, не надо тратить огромное количество ресурсов. Можно оказать огромное количество сервисных услуг и медицинских, и социальных по месту жительства. Можно разгрузить эти ресурсы. Можно определить, кому, когда ехать, не ехать. Ну, таким же образом можно на эту систему подвесить и людей, которые оказались в карантине, например. Ну, конечно, конечно. То есть, на самом деле, можно сэкономить массу ресурсов, не делать много бессмысленных работ. И действительно работать по существу, по содержанию, а не просто имитировать… Бурную деятельность, как мы выяснили, что у нас все-таки имеет место имитация бурной деятельности. Нам время нашей программы подходит к концу. Я думаю, что если мы будем конструктивными, то мы информацию о том, что существует группы волонтеров, о том, что существует система СОСАП, которую можно прямо завтра охватить, прямо сегодня, прямо завтра охватить людей, которые оказались в группе риска, или находятся на карантине, или должны поддерживать режим самоизоляции. И это можно вот в таком экстренном порядке сделать. Для этого, наверное, мы обратимся, может быть, к депутатам Сейма, чтобы они со своей стороны подтолкнули эту телегу как-то вперед. Вот, вот, еще раз хочу напомнить, телефоны группы «Ты не один», представитель которой, Татьяна Андреец, у нас сегодня присутствует, это волонтеры, которые помогают людям, попавшим в беду, в решениях повседневных нужд, принести продукты, прогулять собачку, вывести, вынести мусор там и что-то еще сходить за лекарствами. Телефон 26-01-29-73, 26-01-29-73, Татьяна, и 22-36-55-72, Юрий, 22-36-55-72. Запишите, пожалуйста, передайте тем, кому это нужно. По всей Риге это возможно. Сегодня у нас в программе подоплека были эксперт по безопасности Михаил Хесин, представитель группы волонтеров «Ты не один» Татьяна Андреец и разработчик системы экстренной помощи СОСАП-СОС Александр Гришуленок. И мы надеемся, что эта система вот прямо сегодня или завтра, или в течение ближайшего времени как-то найдет выход к людям, которым она остро необходима в данной ситуации. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская и звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго, до следующей встречи.